Всем привет, друзья! Вы на канале Ангелофрения, с вами Ксюша. И вот такая вот лягушенция. Это такой первый тег на моем канале, мне так радостно и приятно от этого. Мне его передала Сакура Кавай, ссылку на ее канал оставлю под видео. Спасибо большое, очень приятно. И что ж, приступим. Тег, кстати, сложный. И тег называется «Если бы я...» Там 15 сложнейших, на мой взгляд, вопросов. И когда мне передали этот тег, я начала что-то думать, накручивать себя. Я поняла, что нужно быстро записать видео, отторабанить. Вот первое, что в голову придет, потому что если я начну думать, это будет скучно, занудно и неинтересно. Вот. Вопросы там такие чудные, действительно, вот как Леся правильно сказала. Ну, короче, поехали. Первый вопрос. Если бы у меня была фабрика, то что бы я производила? Долго думала, долго, ну минут 15. Наверное, я бы производила фантомы для медицинских вузов. Ну, и вузов, и колледжей, и так далее. То есть, что такое фантомы? Я, может, ставлю где-нибудь фотографию. Это вот эти, знаете, руки, ноги, таз, головы и так далее, для того, чтобы проводить манипуляции, изучать, да, как это правильно делать. Сразу же к людям не допустят, студентов. Правильно делают. У меня была история, я когда проходила практику в дневном стационаре, я только была на первом, наверное, курсе, я очень хотела научиться делать капельницы ставить, да, внутривенное капельное вливание. И я с этой просьбой подошла к медсестре, говорю, научите, научите на ком-нибудь. Он говорит, да, без проблем. Пришел мужик такой, знаете, здоровенный мужичара, и она говорит, Ксюш, иди, поставишь ему капельницу, потому что, говорит, у него такие вены, говорит, там толщиной, говорит, с палец, там лопатой не промахнешься. Ну, я ж такая вся, знаете, такая умудренная опытом, пошла, короче, ставить. Вроде ввела иглу, все правильно, да, ощущение пустоты, провала, да, вроде, ну, вроде все правильно. Вот. Открыла клапан, ушла. Прихожу минуты через 3-4, а у него под кожей шишка такая надулась, короче, кошмар. То есть я препарат ввожу не в вену, а под кожу. Ну, знаете, пациенту нельзя показывать, что ты боишься. Я просто перекрыла клапан, пошла к медсестре, рассказала, она дальше уже разруливала ситуацию сама, но я напугалась очень сильно. И я поняла, что нужны хорошие фантомы еще тогда, да. Я бы производила, наверное, фантомы по адекватной цене и очень качественные. Вот такая бы я была молодец. Так, если бы я была режиссером, то что бы я снимала? Я бы снимала эротические фильмы для женщин с сюжетом. Знаете, как вот многие женщины жалуются, что, как бы там, а где сюжет, поженятся они в конце или не поженятся, да. Вот. Так вот, я бы снимала с сюжетом, наверное. Что бы я изменила в стране, если бы стала президентом? Вы знаете, у меня такие, кстати, были амбиции там в детстве, в юности, но все это прошло, я немножко там сталкивалась. Ну, короче, ладно, не хочу говорить. Что бы я изменила? Наверное, я бы, как все женщины, кстати, мой муж говорит, что это вообще неправильная позиция именно для управления страной, я бы перестала, скажем так, облагораживать подъезд, клумбы перед домом, когда у меня у самой в квартире срач. Я бы начала со своей квартиры, навела бы порядок, сделала бы тут все по уму и так далее, да. Ну, вы понимаете, о чем я. То есть я бы, наверное, занялась внутренними вопросами, нежели внешними. Мне кажется, так гораздо правильнее, от этого всем лучше. Так, четвертый вопрос. Если бы я была доктором, то кем бы я была? Я бы была педиатром. Так, с какими блогерами я бы общалась, если бы была такая возможность? Я бы хотела пообщаться с теми блогерами, с которыми я вот познакомилась сейчас благодаря Ютубу, с Лесей Сакуракавай. Я бы хотела пообщаться с Лили Бьюти Ворлд. Вот, я с ней почему-то чаю бы хотела попить, с плюшками какими-нибудь. С Ольгой Глосс, наверное, хотела бы пообщаться. Мне кажется, что мы с ней как-то близки эмоционально. С Маргаритой Старбэби. Вот, мне тоже кажется, что мы с ней похожи. С кем еще? А, ну еще, знаете, может, с какими-нибудь топовыми блогерами, вот типа Кати Клэп, наверное. Просто пообщаться, понять, что она живой человек, вот, чтобы это стало для меня стимулом двигаться дальше. Потому что свой канал я завела после того, как пообщалась с Робиной Гудиной, да, то есть Аленой Евдокимовой. Посмотрела, что она вообще обычный человек, ничего в ней сверхъестественного нет. И если она может, то и я могу. Вот. Вот такая вот я наглая. Кого бы я кусала, если бы я была собакой? Ну, сразу скажу, если я захочу кого-то укусить, я это и сейчас могу сделать. Мне не обязательно быть собакой. Кого бы я кусала? Не знаю, никого, наверное. Может быть, других собак, если бы они на меня там нападали. Вот. А людей? Ну, а зачем? Нет, наверное, людей бы я точно не кусала. Так. Если бы у меня была возможность уехать куда-то в другой город, уехала бы я или осталась бы дома? Нет, я бы осталась бы дома. Я бы осталась здесь. Мне здесь как-то клево. Я здесь уже корнями приросла. Но попутешествовать я бы, конечно, хотела. Из городов нашей великой страны я бы очень хотела в Питер. Я бы хотела куда-нибудь во Владивосток. Я бы хотела по Сибири покататься. Мне очень интересно. Что бы я делала, будь я домохозяйкой? Ну, на данный момент я в декрете, соответственно, я домохозяйка. И если бы я в принципе в целом была домохозяйкой, я бы приложила бы все усилия и включила бы мозг и думала, что надо сделать, чтобы перестать быть домохозяйкой. Потому что, знаете, есть момент неуемности энергии. Да, у меня энергии полно. И если я ее буду пускать исключительно на хозяйство, на семью... Ну, я делов натворю точно. Это, знаете, это все равно, что ракетный двигатель прикрепить к запорожцу. То есть, ну, ничего хорошего не выйдет, правильно? Вот. Ну и я бы, наверное, обложки снимала. Вот чем я, собственно, сейчас и занимаюсь. Так, если бы я была спортсменом, то каким спортом бы я занималась? Конечно, вот хочется сказать, что я бы занималась пляжным волейболом. Знаете, они там такие красивые, вот эти попоупругие, загар такой, прям бешеные красотки. Но вот что-то мне подсказывает, что это не мое. Мне там делать нечего с моим ростом. Вот. Ну, я всегда мечтала заниматься чем-то типа каратэ, ну, что-то такое, чтобы я могла вот кому-нибудь вломить в случае чего. Не знаю, почему-то мне как-то, видимо, не хватает уверенности в себе, не хватает уверенности в своих физических силах. И я бы хотела заниматься вот чем-то таким. Ну, не знаю, что еще? Дзюдо, может быть. Но точно невольной борьбой, вот это точно. Эх, да еще, кстати, не поздно, я могу еще чем-нибудь заняться. Следующий вопрос. Если бы я была волшебником, какое волшебство я бы творила? Я бы, наверное, людям давала хорошее настроение, вот, и хорошее самочувствие. Знаете, так вот проходила мимо, вижу, там сидит на лавочке человек печальный, я такая на него, вот. Вот, и такие блестки так. Вот, и у человека сразу хорошее настроение и хорошее здоровье. Вот. Ну, наверное, что-то такое. Ну, быть там целительницей я бы не хотела, потому что я представляю это паломничество людей ко мне. То есть я хотела бы творить волшебство, чтобы никто, кроме меня, не знал, что я его могу творить. Мне кажется, когда у людей хорошее настроение, они себя и хорошо чувствуют, и творят добрые дела. Так что, наверное, да, я бы хотела давать людям хорошее настроение. Если бы я была злодеем, то какое зло я бы делала? А я бы не была злодеем, наверное. Нет, я бы не была злодеем. Это, вы знаете, это не моя история. Злодеи, они, ну, скорее всего, обижены, да, жизнью чем-то. А мне жаловаться не на что, у меня всё крулёво. А что мне? Нет, я бы злодеем не была. Вот и всё. А если бы даже была, знаете, я бы, вот когда человек ест жирный какой-нибудь беляш или чебурек руками, я бы делала так, чтобы у него всё время в кармане телефон звонил, и он ответить не мог. Вот. На большее, наверное, зло я не способна. Так, следующий пункт. Если бы я нашла труп своего врага, то что бы я с ним сделала? Вот прям с трупом я бы его накрыла пелёнкой, простынью или чем-то, проследила, чтобы к нему никто не прикасался, вот, и вызвала бы полицию. Вот и всё. Возможно, скорую, если бы у меня были там сомнения по поводу признаков жизни. Всё. Больше ничего делать бы не стала, правда. У меня нет желания как-то там членовредительствовать. Но это, знаете, может, я так говорю, потому что у меня врагов нету. И как бы я не испытываю никому какой-то ненависти там или агрессии, вот. Но как-то нет у меня врагов. Вот будут враги, найду труп, тогда я точно смогу сказать, что бы я с ним сделала. Тринадцатый вопрос. Если бы я получила один миллион, то на что бы я его потратила? Давайте исходить из того, что это миллион рублей. Значит, два варианта. Первый. Ну, может быть, на аспирантуру всё-таки очень как-то хочется кандидатскую защитить. Вот. А это сейчас дело не дешёвое, кстати. Вот. Если вы не знали, это сейчас зараза очень дорогая. И дело не в количестве твоих знаний и в качестве твоей кандидатской. Ладно. Это всё. Об этом сейчас говорить это слишком печально будет. И второй вариант. Я бы сдала на права, получила бы права, купила бы себе машинку, потому что мне нужна машинка. Я никогда не мечтала о машине. Знаете, как вот есть девчонки, там они 18 лет, уже мечтают, горят, что у них будет машина. У меня такого никогда не было. Но сейчас я реально нуждаюсь в машине. Вот. Купила бы себе машинку и купила бы люстры. У меня в доме нет люстр. Честное слово, то есть мы живём в квартире, у нас вообще нет люстр. Вот я вам хотите покажу, что я не вру? Сейчас. Видите? И у меня такая лажа по всей квартире. Вот. Я бы купила люстры. А ещё знаете, что купила бы? Освещение себе, чтобы я вот не снимала вот так видосы от окна. А чтобы у меня было освещение, чтобы я могла качественные видосы делать. Вот. Так. Если бы я была животным, то каким именно? Слушайте, ну я, конечно, могу сказать, что я там, знаете ли, горная серна, или там какая-нибудь кошечка, там птичка. Но нет. Наверное, я бы была лисой. Потому что лиса, она, знаете, красивая, пушистенькая, но если за палец тяпнет, то тяпнет. Если бы я была едой, то какой именно? Это я точно знаю. Я бы была бутербродом. Как бы это ужасно звучало, я бы была бутербродом, сэндвичем, знаете, каким? В булке, которая внутри мягкая, снаружи хрустящая. Там немножко соуса, ну может быть кетчуп, майонез, может быть тысяча островов, что-то такое вкусное. Там бы были листья салата, бекон, маринованные огурчики, какое-нибудь мясо, может быть индейка, сыр. Ой, боже, как я есть хочу. Короче, это был бы бутерброд, вот он вроде нравится всем, но при этом он пикантный. И он разный. Укусишь со стороны булки, будет вкус хлеба, укусишь с маринованным огурчиком, будет кислинка. Вот я, наверное, вот таким бы была бутербродом. Ну, я так думаю. Вот, я ответила на все вопросы. Ну, прикольно, конечно, необычно для меня. Вот, так что передавайте мне теги, это походу забавная штука. Кому я передаю этот тег? Я передаю этот тег Ольге Глосс и Лили Бьюти Уорлд. Уорлд, боже, я так сказала ужасно. Короче, Лиля меня поняла. Сейчас заодно посмотрим, смотрите ли вы мои видео. Ага, угу. Так что, девчонки, отвечайте. Сейчас мы тоже про вас все узнаем. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Спасибо, что были со мной. Напишите, что вы думаете о тегах в принципе. Мне будет очень интересно узнать. Всех вас очень сильно люблю. Всем спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok